Сегодня я хочу поговорить все-таки о практической стороне, меньше о научной, а больше о практической. Я практик, поэтому буду представлять свою работу, ну и будет возможность немножко отдохнуть. Определимся с понятиями. Я за основу взяла понятие Александра Николаевича Копытина про арт-терапию. Арт-терапия, такое объединенное понятие, арт-терапия рассматривается как совокупность психологических методов воздействия, осуществляемых в контексте изобразительной деятельности и терапевтических отношений, используемых с целью психокоррекции, профилактики, реабилитации и тренинга литий с различными физическими недостатками, эмоциональными, психическими расстройствами, а также представителей группа риска. Обращаю внимание, что сегодня разговор пройдет по направлению изотерапии. Я не беру много методов, я беру один конкретный метод и расскажу про него. Специалисты в работе в основном привержены использовать рисование. Рисование может быть разное. Рисование может быть карандашами, рисование может быть красками, рисование может быть пластилином. Все эти методы хороши, но они имеют свои ограничения в использовании в нашей практике непосредственно при работе с онкологическими больными, потому что существуют ограничения по использованию методов, которые мы можем применять. Я предлагаю поговорить про рисование солью. Я в работе с детьми использую рисование именно солью. Я не нашла в литературе ни одного источника, может быть, кто-то знает эти источники, я с удовольствием приму внимание на данный метод и представляю как авторский метод. Я использую этот метод при работе с детьми при снижении анализов, когда ограничены средства, когда ограничены возможности использования остальных методов. Пластилином тоже запрещают, даже пластилином запрещают в условиях цитопении. Рисунок с солью разработан на основе метода Сент-Арт, который представлен в Институте Матона Никитиной Ольги Николаевны. Активно она этот метод внедряет в практику, и этот метод показан при работе с разнообразными психологическими проблемами. Чаще всего этот метод используют в работе с детьми и подростками. Проведение рисования песком в наших условиях тоже ограничено, потому что мы не имеем права использовать все материалы, которые имеют сыпучесть. Использовать органические материалы, непосредственно поверхность, с которой мы работаем, должна быть обрабатываем, должна быть пластиковая, все должно постоянно обрабатываться, и вплоть до стерильности. Ограничен этот метод, поэтому я долго думала, что мы можем сделать, потому что при взаимодействии с сыпучими материалами очень много разных происходит процессов, и отвлечение немаловажное значение имеет в данной ситуации. Я использую соль, цветную соль. Соль имеет кристаллическое строение. Соль – это природный материал. Соль водорастворима, соль легко окрашивается, и окрашиваю я акварельными красками. Выглядит это вот так. Все находится в контейнерах. Контейнеры не стерильные, но контейнеры закрываются, сверху поверхность обрабатывается. Весь используемый материал одноразовый. Экономическая доступность однозначно здесь присутствует. Так как невозможно использовать световой стол, мы разработали группой специалистов световой ящик. Изготовлен он самостоятельно, он довольно транспортабелен, и все герметически заклеено, все это можно обработать, все это протирается средствами. Поэтому, когда начинается работа, я обо всем информирую пациента и его родственников о том, что все методы и все меры были предприняты, которые необходимы. Так выглядит поверхность светового ящика. В принципе, нормальный световой стол. Любой метод имеет свои ограничения, свои преимущества. Ограничения состоят в том, что соль очень хорошо и очень быстро раздражает поверхность, если там есть какие-то микротрещины, раздражения и травмы. Поэтому ограничениями является, естественно, это повреждение кожи рук ребенка или подростка. Об этом заранее я узнаю у родителей, я узнаю у врача. И, естественно, ограничения – это возраст. То есть этот метод показан для детей старше 4 лет, потому что до 4 лет – это в основном не процесс работы, а это скорее игра. Метод все-таки имеет свои предназначения, поэтому для игры мы используем что-то другое. И очень часто дети пробуют все на язык. Это тоже является таким отталкивающим для дальнейшей, если будет работать, то это отталкивающих момент. Преимущества. Возможно, использовать данный метод в палате при снижении анализов, естественно, при желании ребенка и по возможности его состояния. Если там идет полная остыня, то, естественно, никаких методов артерапии нет разговора, там другие методы используются. Мобильность инвентаря и физические свойства соли имеют немаловажное значение, потому что соль – неправильный кристалл, и ее действие на тактильные рецепторы тоже имеют одну из причин взять этого материала как основу. Ну и, естественно, экономическая составляющая имеет немало значения. Как проходят занятия? Я прихожу в палату, узнаю о состоянии ребенка, информирую родителей о том, что у меня есть такой метод в арсенале. Знакомлюсь с солью, мы обсуждаем, что он знает, что ребенок знает о соли, что родители знают о соли. Все всевозможные там, да, кто как использует соль, где это можно. И потом я говорю, что можно еще рисовать солью. И возникает такая небольшая эндопауза. И в нашей клинике, еще обращу внимание, в нашей клинике есть возможность затемнить комнату. Почти у всех палат есть желези, эти желези опускаются, и получается темно. И я говорю, что у меня есть такая замечательная коробочка волшебная и несколько ящичков с цветной солью. И вот я приношу эти ящички в эту коробочку, мы затемняем палату, родители предупреждены о том, что все это обрабатывают, все это одноразовое, то есть уровень тревоги снижаем до минимума, насколько это возможно. И мы начинаем работать. Обычно родители очень недолго сидят в стороне, родители включаются в процесс работы, и я стараюсь оградить, потому что в конце уже идет совместная работа. Предлагаю ребенку на белом листе или на светящемся экране создать ту картину, которую он на данный момент хочет. Направление работы зависит от тех целей и задач, которые я ставлю непосредственно в работе с этим ребенком. Это может быть выражение чувства, это может быть просто рисование и движение рук, кистей. То есть задач очень многое можно использовать с этим методом. Это в процессе возникло. Изначально этот метод я разработала для психокоррекции эмоционального состояния и повышение двигательной активности, потому что в палате, да, наступает, это всем знакомо, от они, дети начинают меньше двигаться, потому что они в основном привязаны к постели. И плюс еще наличие инфозомата очень тяжелого. Дальше, за что еще не обратила внимание, я использую 4 основные цвета, красный, синий, желтый и красный, зеленый, желтый и синий. Это 4 такие цвета, самые ходовые. Дополнительные какие-то цвета я уже использую в зависимости от того, по рисункам детей или по состояниям. Иногда мне говорят, что какого-то цвета не хватает, я говорю, на следующее занятие мы это сделаем обязательно, если не хватает, значит надо сделать. Очень часто возникает желание белого цвета, несмотря на то, что белый экран и соль прозрачная, но белый цвет вот востребованный. Я до сих пор не нашла метод, как это сделать. Поэтому белая соль у нас такая востребована. Дети начинают рисовать. Дети рисуют солью какую-то картину, да, используют то же самое, как в цветном рисовании на столе песком. То есть это цветной такой материал, и они создают картину. Это может быть свободное творчество, полет, фантазия, это может быть там то же самое, дом, дерево, человек. И когда мне говорят, я не знаю, что рисовать, я говорю, давай просто насыпем, посмотрим, как это выглядит. От увеличения количества слоя изменяется тон. Сначала это полупрозрачный материал, слегка видный цвет, потом если мы насыпаем больше, больше видно. То есть тоже направление очень много разных используется. Изначально, особенно мальчики, начинают рисовать не звездное небо, планеты, космос. И это, ну, для меня это уже как такой нормальный, да, то есть ребенок начинает, нормальная реакция, ребенок начинает включаться, то есть увидит темное пространство, яркое, да, стекло, и сначала рисуется космос. На следующем занятии специфика уже изменяется, рисунка, да, здесь появляется какая-то радуга, большее количество цветов используется, полет какой-то используется, фантазия. И включаются иногда родители, начинают чего-то добавлять свое. В таком случае я стараюсь как бы выделить небольшой уголок для родителя, чтобы для ребенка было больше пространства. После того, как ребенок что-то создал, он говорит, ну все, что еще можно сделать, я говорю, давай попробуем смешать эти цвета. Все эти цвета мы смешиваем между собой. Получается такая абстрактная картина, в процессе которой ребенок находит какие-то изображения, что-то видит. После того, как мы что-то посмотрели, пофантазировали, родители иногда находят рисунок, дальше начинается работа мелкой моторики. Дальше я предлагаю ребенку пальцем нарисовать что-то, создать какой-то контур, прорисовать какие-то дырочки, заполнить их другим цветом. То есть непосредственно происходит тактильный контакт с солью. И после завершения работы мы включаем свет и смотрим, как это выглядит в итоге. Вот здесь такой смытый рисунок, это свободное рисование после того, как мы свешали. Смешивание соли может быть непосредственно ладошками, тоже тактильный широкий контакт. Или движение ящика, если это сила есть у ребенка, или мы вместе двигаем, или ребенок с родителем двигает. То есть здесь много зон воздействия и зон наблюдения, которые можно использовать в работе. Групповая работа, я один слайд вынесла, самый показательный. Все время мама заходила на сторону ребенка, все время пыталась изменить его, его рисунок. И я ей предложила, давайте мы разделим пополам, и мама будет свое рисовать, а ты свое. Согласились. Вот там, где дерево, облака непонятные, вот такой рисунок, это мама рисовала. Очень много рисовала, стирала, зарисовывала заново. А ребенок в своем уголке создал свой мир. Там дом, светофор, облака, вот солнце, дерево, дорога. То есть ребенок дальше продолжал свой процесс. Это также является дополнительным методом для работы с семьей. Коррекционные мероприятия направлены, мы смотрим, как я смотрю, как родители взаимодействуют с ребенком. В процессе работы можно использовать коррекцию этих отношений. Можно наоборот сплотить семью, если там, да, произошли какие-то эмоциональные отвержения одного родителя, ребенка. То есть мне этот метод нравится. У меня маленький доклад. Спасибо за внимание. Это у меня такой логотип. Конечно, можно спросить. И электронная почта для возможности самосвязаться, если будут какие-то предложения или замечания. Спасибо большое. Спасибо большое, Ольга Анатольевна. Это хорошо, что у Ольги Анатольевны маленький доклад, потому что мы выбиваемся из графика. Поэтому давайте так, поменьше все-таки самые основные вопросы. Самые основные? Два маленькие. Я отвечу на все вопросы. Кто готовит инвентарь? Я. Все время? Я. Каждый раз. Это не очень сложно. Это надо приловчиться, это очень быстро. Надо приловчиться. Да, это хорошо. А второе, если у человека трещинки, а прессовать хочется, вы палочки, ложечки какие-то, только пальцы? Нет, я заранее узнаю, если есть кожное повреждение, я не предлагаю этот метод. Только пальцы? То есть я не ввожу вот это вот, депривации нет. А вообще палочкой можно? Можно, но я же включаю дополнительное раздражение кожных рецепторов для того, чтобы активизировалась кора головного мозга и побуждение к деятельности. Спасибо большое. Можно, можно. У меня маленькие дети, вот до 4 лет, когда совсем никак, как они берут там лопаточки, что-то находят свое. Можно, но это другая уже работа. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, конечно, очень интересные методы. Мы что-то очень много вопросов. Давайте мы эти еще вопросы будем задавать в процессе, потом, после, уже как бы лично докладчикам. Пишите мне на электронную почту. Ну а можно сегодня, можно и лично. Пожалуйста, давайте заслушаем рецидента. Спасибо, Ольга Анатольевна. Елена. Позвольте вам представить отзыв на работу Ольги Анатольевны Черненко «Особенности использования арт-терапии в работе с детьми, проходящими лечения в онкологическом отделении». Коротко. Каждый ребенок в течение жизни сталкивается с болезнями, которые иногда проходят бесследно, а иногда могут запоминаться на всю жизнь и не повлиять на нее. Ситуация онкологического заболевания и его лечения является травматичной для ребенка и его семьи. Уже сам по себе диагностический этап, необходимость госпитализации, может быть причины нервно-психических нарушений у ребенка, незнакомая обстановка, разлука с близкими, страх перед врачами, лечение, перед применением болезненных и незнакомых, а потом и пугающих процедур – все это приводит к формированию негативных эмоциональных переживаний. У детей, страдающих онкологическими заболеваниями, часто выявляется повышенный уровень тревоги, неуверенность, апатия, чувство вины, разнообразные страхи. При этом родитель, который нередко либо захвачен своими переживаниями, либо старается делать вид, что ничего страшного не происходит, не может оказать поддержку ребенку. А такой сложный период, как лечение в виде химиотерапии, гормональной терапии, хирургических вмешательств, не может не оставить след на становлении личности ребенка. Иногда для ребенка болезнь и необходимость длительного больничного режима оборачиваются потерей интереса к жизни и закреплением инфантильного поведения, а иногда временно ускоренного эмоционального и интеллектуального развития. Нередко дети могут испытывать страх, что окружающие могут узнать об их переживаниях. Находясь в больнице, они лишены не только привычной среды обитания, но возможности свободно в достаточном мере проявлять свои подлинные чувства, в том числе злость, раздражение. Они понимают, что их настоящие чувства порой могут огорчить родителей или мешать соседям по палате. А тот факт, что дети в силу возраста зачастую не могут выразить свои чувства словами, усугубляет их эмоциональное напряжение и травматичность. Арт-терапия – один из наиболее мягких, но эффективных методов, используемых психологами и особенно в работе с детьми. Ведь приемы и техники арт-терапии в виде рисования, лепки, сочинения, истории, создания, аппликации хорошо знакомы каждому ребенку. При этом они не требуют активной вербализации. Арт-терапевтические методы широко используются психологами в онкологии, как в работе со взрослыми, так и с детьми. При этом применение арт-терапии может дозироваться от относительно поверхностной занятости больного с целью отвлечения его от болезненных переживаний до углубленного анализа скрытых индивидуальных переживаний. И доклад Ольги Анатольевны Черненко посвящен описанию авторского метода до рисунок работы с солью, разработанную в рамках арт-терапевтического подхода. В своей работе она использует цветовой ящик и окрашенную соль. Уже само по себе использование светового стола, ярко окрашенной соли, затемненной комнаты делает процесс занятия интересным, визуально привлекательным даже для тех детей, которые изначально могли бы быть немотивированы на работу с психологом. В процессе данной работы ребенок переносит на плоско светового стола свои фантазии. При этом соль позволяет создать образ, все-таки это трехмерное пространство, что дает возможность ребенку строить личный мир, ощущаясь творцом. Также нельзя недооценивать непосредственное воздействие на организм и самочувствие ребенка цвета, света, создаваемых линий форм. Данный метод развивает тактильное восприятие, требует гибкости мышления, развивает воображение и творческий потенциал ребенка. Посредством создания творческого образа больной ребенок выражает свои переживания и отыгрывает свои чувства, что позволяет ему в дальнейшем лучше справляться с текущими переживаниями, обусловленными болезнью и лечением. Изображенные солью фантазии ускоряют и облегчают вербализацию ребенком своих переживаний. А целеустремленная, плодотворная деятельность, осуществляемая при создании рисунка солью, является оздоравливающим процессом, который объединяет здоровые реакции личности ребенка. Использование рисунка солью на групповых занятиях укрепляет уверенность ребенка в себе, а также способствует развитию на боках межличностного общения, позволяет познать мир другого человека, что обличает дальнейшую его социальную адаптацию. Автор указывает, что рисование соли можно использовать как метод работы с семьей больного ребенка, что является очень важным, поскольку родительско-детские отношения являются одним из факторов формирования у больного ребенка отношения к болезнью и лечению. Приведенные автором рисунки свидетельствуют, что творческое начало выживает даже в самых тяжелых ситуациях и тянительно действует на человека. А профессиональная психологическая помощь детям, проходящим лечение в онкологических клиниках, является важным, необходимым и продуктивным делом работы. Спасибо, Елена Викторовна.